Снова нас забрасывают в какой-то заброшенный дом. Еще и двери открывают. Говорят, иди. Не помнится. День в байпас-день. Как скажете. Звонок телефона. Возьми ты трубку, блядь. Давай. Привет, Джо. Я Элизабет Финч, поверенный твоего деда. Мы говорили несколько дней назад, и я хотела сказать вам, что сегодня мы читали завещание. Он завещал вам свой особняк в Южном Медлоке. Приходите к нам в офис, чтобы подписать документы и собрать ключи. Прощай, Джо. А что сразу прощай? Я же не умер. Я просто это забрать все. Я уже у дома деда? О, нажмите F и использовать фонарик. Так, я, походу, дом деда забрала, и это он. Да? Что такой мелкий? Тут одна комната только. Где-то еще ялкаш, походу, был. Ключ. А что, ключ? Ключ. Принимать. Принимаю. Принимаю ключ три раза в день. Что, тут ничего нет? Ключ. А от чего ключ-то? Щиток. Я, походу, электрик. Ага. А до этого двери не было, нет? Так, дед завещал мне какой-то дом, который весь разваливается. Так, я вошла. А что, я же щиток врубила, или щиток врубает свет только там? Время разрушило этот дом. Ну да, ничего не поделать. Айс Клаус. Мороженка? Мороженка. Мороженка. Ящички. Инсомнице. Принимать. Принимаю. Принимаю, что могу. Нож возьми. Похоже, на эту кухню давно никто не заходил. Какао Макс. Уникальный вкус. Так, это симулятор открывания ящиков. Понятно. А что мухи вокруг? Что это? Грог. Рецепт Грога. Я говорю, где-то лукаш был. О, телефон. Ага, игратка сохраняется. Обалдеть. Телефон таки старый. Чайник же пустой, или что он? Венища. А что венища-то? Это что вокруг венища-то, мухи? Оно же закрыто. Оно же в бутылке. Даже если там оно и выпито. Что там? К чему там гнить? О, там призраки на меня уже смотрят вообще. Принимаю. Добавил Квентин к игрушкам. Кто такой Квентин? Еще ящики. Еще ящики. Ага. Щита. Газ, электричество. Надеюсь, дед заплатил, потому что я не хочу платить за газ, электричество. Ничего делать, ничего. Окно открыть. Пусть проветрится. Тут все равно все пыльное. Пустым тарелком пустая кастрюля. Все нормально. Мухи какие-то, блядь, под ухом. ЖУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Обязательный отчет о технических консультационных характеристиках работы и конкретном решении. Основной проект 15%. Ничего не поняла. О, это дед? Подожди, нет, это не дед. Ага, читай текст. Февраль 1996 года. Годовщина смерти бабушки. Надеюсь, ты принесешь ей цветы, Дж. Так, видимо, это бабушка. Может, у моего дедушки, нет, или кто там, у дяди, он оставил. Сентябрь 1991 года. Привет, дедушка. Я уже устроился в институт. Здесь немного холодно. Я еще не знаю людей. Я думаю, это вызовет у меня такое чувство. Уроки начинаются завтра, и я немного нервничаю. В комнате я сплю с двумя мальчиками. Я их еще не знаю, но они кажутся забавными. Я напишу вам на следующей неделе и расскажу, как все прошло. Они нам не разрешают нам пользоваться телефоном. Объятия же. Видимо, перевод немножко косой. Так, при входе дома мне сразу напихали кучу каких-то записок. Я Роман Костовед. В настоящее время проживающий в приюте для сирот семьи Костовед. Это приют, видимо. Полностью использую свои умственные способности и память не больше 18 лет или состоят в законном браке. Я не подвергался в отношении принуждений, угрозы, мошенничества, ошибки или неправномерного влияния. Я составляю, публикую и объявляю свое последнее завещание. Отменяю все ранее сделано мной завещание и распоряжение. 1. Я приказываю, но не требую, чтобы расходы на мою последнюю болезнь и похороны, расходы на управление моим имуществом, а также все налоги на имущество, наследство и другие подобные налоги, которые должны быть уплачены в отношении имущества, принадлежащие моему имуществу, независимо от того, переходит ли оно по настоящему завещанию или нет, а также любые проценты или штрафы в этом отношении будут выплачиваться вместе с моим остаточным имуществом без пропорционального распределения и без права на возмещение любым бенефициарам указанных активов. Я хочу, чтобы меня похоронили в семейном мавзолее вместе с моей покойной и любимой женой Беатрис Костывет. 2. Я передаю и завещаю все материальное личное имущество, принадлежащее мне на момент моей смерти, включая, помимо прочего, личные вещи, одежды, украшения, мебель, меховые изделия, предметы домашнего обихода, автомобили и другие транспортные средства, а также все права, которые я иметь в соответствии с любым связанным страховым полисом моему внуку Джо Костыве, если он переживет меня или если он не переживет меня, в соответствии с письменным заявлением или списком, который я навриваюсь подготовить и подписать. Распережаюсь такими активами или любой частью, как это разрешено законодательством Великобритании. Боже мой. Боже мой. Может у моего деда? Йо. А че такие страшные картинки? Вот это реально крипово. Так, ну тут я зашла, тут я уже была. Стулья все убрали. А кто? Кто это? Кто-то меня, кроме меня еще кто-то есть? Лучше бы убрали не стулья посуду, она вон там вся уже, может корой поросла. Так, это что? Сохранились. Так, это видимо подсветка картины, и она не работает. Предохранители? Может взять все-таки? А, карточка. Ноябрь 1991 года. Доброе утро, дедушка. Я здесь уже пару месяцев, а ты все еще отвечаешь на мои открытки. А, думаю ты будешь занят. Я в порядке, здесь все хорошо. Они немного серьезные, занятия становятся очень скучными. Я еду домой на каникулы, на Рождество. Не забудьте присылать мне деньги на билет. Я жду твоего ответа. Кого-то в приют сдали? Или что происходит? Это не работает, ни хрена. О, кто-то художником тут был. Батарейки искать надо. Это не батарейки? Нет. Не батарейки. Так, я обследую сначала перес первый этаж, потом пойду на второй. Картинки жуткие. Дверь заперта. Тут не заперта. А что так не тает? Прям так не тает. Ноябрь 1992 года. Дедушка, что это? Ни звонка, ни письма, ни фунта. Я давно не слышала о вас. Дедушка, скажи мне что-нибудь. Я беспокоюсь, потому что его в приют сдали. Читать текст. Академическая успеваемость. Имя студента. Роман Костывет. Номер студента. Дата рождения. 15.09.1937. Первый семестр. Химия и общество с отличием. Вычисление дискретной математикой. Инженерное дело с отличием. Векторы и матрица. Степень с отличием. Механика, оптика и теплофизика. Пройти. Инженерное проектирование. Передано. Инженерное. Почетная грамота. Второй семестр. Химия и общество с отличием. Механика. Степень с отличием. Интегральное числение для инженеров. Степень с отличием. Волны. Электромагнетизм. И современная физика. Степень с отличием. Так. Кто-то странно. Степень с отличием рядом с письмом от Джо. Которого домой не хотят забирать походу. И письма ему не пишут. Папа, что это от кастрюли? А кастрюля была на кухне. Зачем это тут оставили? Портки. Принимаю портки. Не мои это портки. Заперто. У меня есть кролик и портки. Их книга. Так. Ну походу я весь первый этаж обследовала. Более-менее. Время идти на второй. Ага. Шифтить я не умею. Ну мне и не надо. Это Монг. Прям уверенно. Сто процентов уверенно Монг. Картинки все еще интересные. Особенно. Но это Гэнши или больше? И то я не уверена. Это что? Это овечка. Добавил на хоппер. А, хоппер. Ну да. Наверное, хоппер это и есть овечка. Пусто. Пусто. Ага. Счет за архитектуру Джордж Тревор. Стоительство особняка Кастовед. Превиусные исследования. Выставка памяти. Эскиз и рисунок. Исполнительный проект. Фундаментная память. Структура фундаментной установки. Детальный план структуры. Так. Это куча какой-то архитектуры и непонятные термины. Не понимаю, зачем эти письма. О. Принять. Тут явно дети играли. Архи. Счет за архитектуру это за обстроение этого дома? Че? Какая-то фея. А. Йот. Помощь. Помоги, помоги, помоги. Один день в марте 1999 года. Мы знали, что это произойдет. Что это выйдет из-под контроля. Одержимость довела нас до безумия. Я запер здесь уже 13 дней. Есть большая вероятность, что я не выберусь отсюда живым. Если вы когда-нибудь найдете меня, пожалуйста, передайте моей семье, что я их люблю. Забытый ник. Блин, из-за того, что перевод немножечко косячный, я теряю нить повествования. О. Сортир. Фарточек. Зачем я это собираю? Мне нужны батарейки. Сортир. Блять. Пизда. У меня подключен геймпад. И он чуть не ебнул сейчас. Это напугало меня гораздо больше, чем любые хорроры, блять. А так, я какую-то лошадь подобрала. Блять, аж в голове что-то дало. Давление поднялось, блять. Или как это называется обычно. Я думаю из-за того, что если ты играешь в ПК-шную версию без геймпада, то хрен бы ты что тут заметил. Ну выключился свет и выключился. Хрен бы с ним. А он так завибрировал неожиданно. И пиздец. Так инфаркт можно словить. Хотя я очень побоялась, что он ебнется. Даже если бы он ебнулся, это все равно было бы страшно. Что за хрень? Еще какой-то сайт. Опа. А этот проводик нельзя взять? Если я собираю игрушки. Еще открытка. Декабрь 1993 года. С рождеством, дедушка? Я не собираюсь больше спрашивать у вас о деньгах на билет. Я знаю, что вы их не отправите. От кого-то избавились, походу. Нарисованная дверь. Так, подожди. Опа. Октябрь 1997 года. Я сменила адрес старый менеджер Винчестера и устроил меня на работу недалеко от Уэймута. Вы можете найти меня по адресу Westburn Road 15. Если я вам когда-нибудь понадоблюсь. Бедняга, он продолжал писать. Бедром. Редром. Знаю я эти ваши намеки на сияние. Так, я пойду тут пошарюсь. Батарейки? Нет. Показалось. Открою окна. Чтобы дышать. Дышать иногда надо. Комодик. Это баб с деткой. Это сохранится. Ключ. Отчего ключ? Может у каких-то нижних дверей? О, еще открытка. Март 1995 года. Не письмо на день рождения. Не письма за 4 года. Нет вызова. Вы меня заперли в этом косяке. Я надеюсь, ты сгниешь. Жестко. Жестко. Так, ящики не открываются. В смысле эти? Очередные счета. Так, нет пластинки. Там что-то есть. Так, ну туда мне рано. Так, я нашла ключ. Бедрум. Жестко. Камера. Камера слежения. Тут кого-то запирали и следили за ним. Дьявол. Может, это дед дьявол? Магическая дверь. Ага, я не знаю, какой кот. Даже не знаю, чьей-то кровать. А-а-а. Все часы, если у них функции. Тут загадка какая-то с часами. Балерина. Так, это кто-то злой печатает. Кто-то кровать себе поломал. Магическая дверь. Офига, кто-то кого-то раскидал повсюду. Декабрь 1995 года. Пожалуйста, вытащите меня отсюда. Я больше не могу. Я не знаю, что мне делать, чтобы меня вышвырнули. Вытащи меня отсюда. Я хочу домой. Обещаю не заморачиваться. Я буду искать работу. Вытащи меня отсюда. Может, мне нужно найти комнату, которая следящая. Так я узнаю, какое время нужно выставить. Потому что сейчас у меня не один мыслик, какое время ставить. Так, ну у меня есть ключ. У меня есть ключ. Возможно, каких-то дверей. У меня есть какой-то инвентарь? Ну-ка. Открыто. Шахматы. Чайничек. Нормальная обстановочка. Ага, открытка очередная. Декабрь 1997 года. Надеюсь, ты помнишь, что я тебя ненавижу. Так. Джо всех ненавидит. Это я поняла. Джо где-то заперли. Ну, точнее, его бросили. Дурак. Открывай. Какой ты пиздюк. Ему смешно. Открывай давай, блядь. Мне туда надо. Так, рояль заиграл где-то. А, вот. А у меня нет этой хреновины, чтобы вам сыграть. Или что, он просто заиграл? А дверь-то мне откроют? Куда мне идти теперь? Ладно, этот пиздюк мелкий закрыл двери. Мне нужны батарейки. Я не знаю, где батарейки. Я не видела. Блин, вроде бы игра-то интересная. Теперь мне что, жмакаться по всем углам? Что тут? Так, я что-то сделала. Что-то где-то открылось? Дверь открылась. Надо же. Так, ну ладно, пиздюк ушел. Ну, хрен с ним. Еда готова? Микроволновка в это... Извещает жрать? Так, это... Что так? Первая буква А. Следующая буква Н. Ан. Анне. Анне. А, ну... Не понял. Типа А, Н, Е, А? Такой чё ли, что? Ну да. Первая А. Последняя тоже А. В середине... Ну, наверное, Н. Да? Нет? Хрен его знает. И куда мне это вводить? Это мне что дает? Это явно не код от сейфа, который вы наверху увидела. Правда? Лотинки. Июнь 1992 года. Дедушка, школа окончена и начинаются каникулы. Нам разрешили на днях позвонить по телефону. Я пытался дозвониться до вас, чтобы вы прислали мне деньги за билет. Но вы не взяли трубку. Директор говорит, что разговаривал с вами несколько недель назад. И с вами все в порядке. Я проведу здесь лето, будут заниматься подкреплением, ждать билет. Напиши мне, когда сможешь. Какой одинокий был ребенок. О, олень и врага. Дверь заперта. А что мне дает эта картинка? Это куда-то надо вести код? Я просто не видела никаких слов. И батареек я не вижу. Ебучие пиздюки понадумали каких-то загадок. А, Н. Либо Анна. Потому что они там затерли одну зеленую. Либо Ання. Но опять-таки, куда мне это вводить? Я нашла дискету. Дискета вставлялась в компьютер. Где мне найти компьютер? Я вела где-то компьютер. Мне нужны чьи-то кабинет. Ага. Красная комната. Плейграунд. А. Нет. А. Блядь, а как мне? Мне нужно набрать то слово? И. Да мне не надо. И. Я прыгать не умею. Т, Х, С. Нет, подожди. Мне нужна первая А. Ага, вот А. Нет. А. А. Нет. Я правильно? Нет. Ёжика спиздила. Правильно сделала-то или нет? Записывает меня. Записывает. По хеллоу. Всем привет. А. Вот же. Анна. Анна. Все правильно. Анна. Надо еще что-то сделать? Я набрала. Пиздик в простыне побежал. И куда ты побежал такой в простыне? Помните, Джо? Дома не убивают людей. Не убивают. А вот то, что в этих домах может быть, да, убивает. А, ну это приют, если это приют. Что это? Анна. Анна. А что-то надо? Что мир помогает? Мигает, моргает. Так, это я заберу. О, пиздюк. Ты че? Ну, пиздюк и пиздюк. Сильно интересно, блин. Июнь 1993 года. Роман, я разговаривала с администрацией. Кажется, ты заплатил эту тюрьму до 18 лет, включая лето и Рождество. Думаю, ты хотел, чтобы я исчез с карты. Я думаю, тебе плевать. А может, письма Джо это как раз такие, что Джо не отправил? Что за пластинку у тебя там? Ну, давай, заберу. Нет? Типа тебя не смущает, меня не смущает. Никого не смущает ничего. С другой стороны, а что нам? Ну, пиздюшня. Ну, стоит. Ну, раз красочки тут делает. Кого это должно пугать? Подумаешь. Так, она мне дала ключ. Ключ отчего? Ну да, пусть стоит там. Пофиг с ним. Вроде внизу еще какие-то закрытые двери были. Так, проверю сначала в кабинете дверь, мало ли. Да, открывает. Тут комната, видимо, той девки в простыне. Все в простынях. Логично. Пластинка. Пластинку надо завести, я помню. Где-то наверху. Так, это что? Мемы. Я забрала какие-то мемы. Очень страшно. Какой-то пиздюшонок в простыне. Бегает. Ну и что? Ну бегает и бегает. Если он что-то попытается мне сделать, я ему пиздюлю отвешу. Я что? Я взрослый. Ну это приют. Ну это приют. Что поделать? Нет у него никому его. Так, а где была пластинка? Вот где была пластинка. Так. И что? Я слушаю музыку. Смотрю на счета. Что-то надо при этом делать? Или мне нужно песню до конца заслушать? Письма какие-то нечитаемые. Все? И ради чего все это было? Пиздюшонок в простыне. Давай помогай. Куда дальше? Ой, на рисунок с собой между прочим утащил. А нет, не утащил его. Анна, да я помню, что... А, что это? Мема. А, это карточки на память. Надо одинаковые выбирать. Тут пять. Я помню. Тут три или два? Я что-то забыла. Четыре. Три. Ага. Две. Одна. А, вот оно как. Две. Две. Четыре. Четыре. Одна. Одна. Пять. Пять. Я справилась. Так, и что? Что мне дадут? Где мой приз? Я... У меня хорошая память. Это мой главный приз? Ну ладно. Как скажете. Опять моя еда готова. А! Блядь, привет, пиздюк. Эм, этому мужику пофигу, девчонке пофигу. Кому из этого должно быть страшно? Тебе, мне. Английский класс. Ой, блядь. Это мне нужно самой соорудить? Чоколад, да? Чоколад. Первая О. Вторая. Хоспиталь. Подходит. ОС. Сэндвич. Сэндв. ОСВ. Четыре. Радио? ОСВИ. ОСВИН. 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 Сейчас попробую. ОСВИН. ОСВИН. Чё, нет? ОСВИН. Ну правильно же всё. ОСВИН, да. Так. Что это, чёрт возьми? Дети полезли по потолку. Чё такого? Не видел, что ли? Тебя Человек-паук кусал, да? Вот этот мутировший. Ты где? То есть до этого девка в простыне тебя не сильно смущала. А вот парень, который по потолку ползает. Это прям странно. Ой, мне кажется, этих картинок не было. Или они были? Супергерой. Ну да, супергерой. ОСВИН. Извините, я не заметила на каком... Как, по какому времени там ОСВИН ползает по полу. Ага, Анна, ОСВИН. Потом мне нужно как-то будет время выставлять? То есть мне нужно ещё два ребёнка. Вот это ОСВИН был. Опа, а ты кто? А, я почти всё нашла. Чё-то не хватает в твоём гардеробе. Ага. О, Свин. Опа. Побежал. Я пацана собрала по кускам. Из одежды. Нормально. Микроволновка, хватит меня это буянить. Где ты? А где чё сготовилось? Ага, вот. К... К... КНА... КХА... Не, подожди. К... КА... АЛ... ЛИЕ. КХАЛИЕ? Или это Р? КАР... КАР... ЛИЕ. КАХ... КА... А... Ну, точнее, КА... АШ... Не, подожди. Ц... АШ... А... Да, блядь, я запишу, я забуду. ЧАРЛИЕ. Эээ... Ц... АШ... А... ЭР... Л... ИЕ. ЧАРЛИ! Всё. ЧАРЛИ. А следующий ребёнок, который побежал, это, видимо, ЧАРЛИ. Это КУСТ. Это не ЧАРЛИ, это КУСТ. ЧАРЛИ. ЧАРЛИ. ЧАРЛИ... ЧАРЛИ... Не, подожди. Почти, но не так. Есть ещё... Этот... КА... Нет, она одна. Тогда... ЧА... ЭР... ЭЛ... И Е. ЧАРЛИ. 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 Сделала. Откуда эта музыка? Какая музыка? Я не слышу никакую музыку. Ты слышишь музыку? Вряд ли с туалета, правда? Я слышу музыку, но очень плохо. Она очень сильно приглушённая. Может, она снизу? Или она отсюда? Нет. Она снизу, скорее всего. Да, снизу. О! Пиздёк играет. Ты на потолке катался, а ты ещё и способный на музыку играешь. Куда побежал? ЁПТУ. Это что такое? Е. КО. С. Д. Ф. Р. Это, блядь, зачем мне? Восемь восемь четыре пять четыре. Это было от шкафчика. Я, блядь, запишу. Я... Моя память уже не способна. Я карточки прошла, у меня память хорошая, а дальше я не запоминаю. Дальше мне надо записывать. Как хорошо, что у меня всегда листочек под рукой, чтобы записывать такие вещи. Восемь восемь четыре пять четыре. Это был код от шкафчика. Ну, какого? Я... Где он, точнее? Где был этот шкафчик? Может, он вообще был на первом этаже? Ведрум, да, да, да. Нет, вот тут правильно пошла. Так, эээ... Восемь... Восемь... Четыре... Пять... Четыре... Готово. Так, и что тут? Эээ... Видимо, это нотная грамота, в которой мне нужно сыграть музыку. Что-то моргало что-то. Не показалось. Я думала, это батарейки. Да хватит нам свистеть, комар! Блин, я думаю тут вообще-то. Чарли Пиана Лессон. Так, это можно просто записать, да? Это, я понимаю, последовательность. Эээ... Ку... Эр... Эф... Эр... Эф... И Д. Ой, как хорошо, что тут даже ничего не надо разгадывать. Тебе... Тебе... Тебе сразу написали. Ку... Эр... Эф... Эр... Эф... 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 Т... Тан... Так, это что? Очередная загадка. Веселица. Блядь, а я знаю. Там у вас огромный алфавит в этом вашем английском. Мне нужно из остальшихся придумать. Там точно есть буква Е, потому что Е тут не зачеркнуто. Бет. Бет, походу. А, походу, третьего ребенка зовут Бет. Если я правильно посмотрела. Ну-ка сейчас проверим Бет. Где Б? Б? Нет, а есть еще одна Б? А, И, Н, А. А, вот, Бет. Вот она. Бет. Бет. Все правильно, Бет. Нахуй это туда, да? Ага, в сортир. А что так громко? Ну, девка вылезла, она Бет. Она тут сидела, заблудилась несчастная. Еще и с туалетной бумагой играла. Зачем так громко? Непонятно. Ага. Теп-теп. Теп-теп туда. Под теп-теп или туда? Теп-теп. Теп-теп. Теп-теп сюда. Что мне это дает? Что-то мне это дает? А. Солнышко, это туда. Опа. Бет. Бет, 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 Бет. Ну, я вижу тебя, Бет. Ты угорела. Бет угорела. Дурочка. Так, и что? Что мне с тобой делать, Бет? С порезанным лицом. Бет. Скажи мне, то, что ты... То, как ты прыгаешь, это влияет вообще на... Часы? Или как мне узнать, что я из этого часы? Бетани. Над ней, походу, издевались или что-то делали с ней. Поэтому у нее лицо раненое. Блядь. Чарли химиком хотел... А, нет. Чарли, наоборот, хотел музыкантом быть. Кто из нее хотел быть химиком, непонятно. Не знаю, мне должно что-то давать то, что ты так прыгаешь. Ну, прыгает и прыгает. Плюс пять. Плюс пять шагов. Раз, два, три, четыре, пять. Нормально? Нормально? Сюда идти. Иди на выход? Ну, ладно. Как скажете. Ага, сюда. Мне батареи от нет. Пацаны, мне батареи от нет. Бет. Бет. Хватит рисовать, Бет. Все исписала, весь дом. Батарейки есть? Мне нет. Туда. Туда. Ладно, Бет хотя бы помогает мне, не то, что все остальные. Так, это я решала. Да, Бет походу добрая. Она ничего такого плохого не делает. Просто показывает, никуда идти. Это запутано, конечно, но чем не менее. Лучше, чем все остальные. Эти просто бегали, как дураки. Ага. Кукла. Это что? А вот и мой приз. Стрелка часов? А я знаю, какое время выставлять. Я лично не знаю. Стрелка часов. Тут, наверное, не хватает, да? Так. Дом для сроков Костоветской семьи 204. Отчет 001. Автор доктор Роман Костовет. Тема. Отчеты младенческой смерти. 8 августа 1996 год. Персональная информация. Освин Лисборн. Шестилетний пациент, проживающий в доме для сирот и семьи Костовет. Улица Конкорде, 11 Великобритания. Личная информация. 8 августа 1990 года родился Освин Лисборн. Внешне здоровый младенец мужского пола. Из-за отсутствия ресурсов в семье младенец попадает в категорию Санта-Мария нашей Вечности. В 1994 году Роман и Беатрис Костовет установили этого младенца. Окончательное заключение судебно-медицинской экспертизы. Естественная причина исключается как причина смерти. Это не насильственная смерть. Основной причиной был синдром внезапной смерти, выявленный в 1977 году. Причиной внезапной смерти было учащение пульсов, которые не переносятся организмом младенца. Что приблизительную дату смерти можно будет установить в 22.38 августа. Это все, о чем можно сообщить в соответствии с моей преданностью. У меня понимает защиту прочной миссии. 22.30, это Освин. Все, теперь все понятно. Непонятно. А, это Чарли, потому что. Это не Освин. Так, все, теперь все ясно. Теперь мне нужно просто находить все эти записки и читать причины смерти. Так, только где они? Пойдем, помни. Ага, вот. Роман Костовет. 12 марта 1997 год. Персональная информация Чарли Салливан. 7-летний пациент, проживающий в доме для сирот. Личная история. 15 сентября 1990 года родился Чарли Салливан, внешне здоровый младенец мужского пола. Из-за отсутствия ресурсов, так далее и тому подобное. Окончательное заключение судебно-медицинской экспертизы. Естественная причина исключается как причина смерти. Ненасильственная смерть был синдром Бругада. Притина из синдрома стала сильная желудочковая аритмия. Так, 1 час 15 двенадцатого. Час 15. Это у нас кто? Чарли, час 15. Так, я помню, еще одна была записка в кабинете, а где была еще одна, я не помню. Ага, вот. Все нормально, они обе тут. Беттани Миллер. Так, причина смерти. Основная причина внезапная смерть вследствие таракального расслоения аорты у молодых людей. 17.00 в 5 часов ровно. Беттани ровно в 5. Бетт, 5 часов. А Анна? Фатальная семейная бессонница. Чего? 18.45. Анна, 18.45. Хрена себе. Вообще, я не знала о том, что существует такой синдром. Понятное дело, что без сонницы можно сдохнуть. Что прям настолько. Хотя, мне кажется, все это на ебке. А к Беттани в 5 ровно? Анна прям так 5 ровно и стоит. 18.45. Анна, 18.45. Оглянись. А дети меня отпислят, а я-то в чем виновата? Мне просто к дом достался. О, батарейки. Это ж не я вас замочила. Или что там с вами издевались, мучили? Это ж не я. Мне только дом по наследству оставили. Чего я могу с ними сделать? История у вас такая неблагодарная. Ф, давайте. Ф, давайте. Четверо детей пошли играть, трое вернулись и больше ничего. Трое детей вышли поиграть, двое вернулись и больше ничего. Ай, не заново. Я случайно. Я хотела громкость по вышке пробовать. Это что, как 10 негритят? Ай, не заново. Двое детей пошли играть, один вернулся и больше ничего. Ребенок пошел играть и больше не вернулся. Так на нихеря нам было вообще туда ходить играть, если вы не возвращаетесь. Глупые какие-то дети. Ни один ребенок не вышел поиграть, вернулись четверо, просто прагментируйте. Че, блядь? Ага, ты будешь мне так на мозги капать. И все? Или что-то надо еще? Ну, я поняла про этих детей, и че? Ага. Девочка. Четверо. Пошли поиграть. Значит, цвет имеет порядок. Так, понятно. Недаром там была игра на память. Так, сначала их было четверо. Потом их стало трое. Потом их стало двое. И осталась только одна девчонка. А потом и вообще они все стали покойниками. Че это? А, это тайны двери. Это что, лифт? Меня в лифт? Ап или даун? Ну, даун, видимо. А, ехали. Так, я приехала. Здесь я найду ответы, которые мне нужны. Я нашла кучу рук. Это то, что мне надо. Это то, что я искала. Это лампочка. А что? А все одна держат лампочку, а остальные не работают. И он никак не реагирует на это? А у меня карточки нет. Как я ее возьму? Блядь, серьезно? Я не знаю, по какой логике это работает, но когда я подняла все их ладонями вверх, они что-то сломали. Да, и выпала карточка. Давай сюда. Но загадка крайне нелогичная. Ага, тут на детьми издевали, судя по всему. То есть они умирали не просто так. Спасите меня. Ну, сорян, уже не спасти. Воздух в этом месте очень холодный. Да, блядь, еще бы. Судя по всему, на детях ставили эксперименты. Покорми детей. 1 января 1994 года. Я начала исследование с четырех испытуемых. Субъект под номером один получает дозу. А, ну вот все они, четыре. Если все пойдет хорошо, процесс должен завершиться через пару лет. Декан моего университета первым услышал синтез протосыворотки одного из величайших достижений генетической химии, полученной при переходящей бессоннице недавно включающему обработку сыворотки HZ12-7 в эфире. Эта процедура описана в моей собственной докторской диссертации, в которой я подчеркивал необходимость того, чтобы условия были строго свободными от стимуляторов. Я постараюсь продолжить работу с первоначальной формулой. Так. Это камеры. Простынь там стоит. Ну там нет простыни, но там она стоит. Так. Дети лежат. Пульт, вход. 14 июня 1994 года. Я почти уверен, что первоначальный избыток CODONES плюс C17H92N2OO в результате реакции образовал омертвляющую синтетику. У меня был аналогичный опыт с синтезом ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла из диметалитономина, в котором я использовал это наблюдение. Если бы я не брежная техника моего бывшего наставника, я бы без сомнений забросила работу в этой области. Объект номер 002, Анна, похоже, бурно реагирует на лечение. За последние 11 дней я дал ей 12 мл сыворотки. Аутосомно-динаминатное наследование Покодона 178 гена PRNP, по-видимому, создаёт реципрокность с веществом. Объект не спал в течение трёх дней. Его константы кажутся стабильными. Остальные испытуемые остаются стабильными и неизменными с постоянными циклами сна от 4 до 6 часов. И зачем? Кто-то хотел сделать сыворотку от сна? Так это же бред. У тебя мозг отдыхать не будет. Ты сил набираться не будешь. Ты просто свихнёшься. Сон нужен человеку. На кой хрен придумывать лекарство от сна? 8 августа 1996 года. Объект 001 Освин умирает от внезапной смерти после нестерпимого сердцебиения. Стимуляторы повредили его сердце и часть главных артерий. Я приступаю к извлечению тела. У остальных испытуемых циклы сна не изменились и составляют плюс 3 часа. Где-то примерно 3 часа. Ну да. Ну и зачем? Бред какой-то. Какой-то хернёй вы занимались, хочу вам честно говоря сказать. Ой. Ой-ёй-ёй. А я чё-то нажала. Чё-то нахреначила. Ну ладно. Сейчас сама себе сделаю сыворотку и тут вместе со всеми спать не буду. 16 января 1995 года. Испытуемый 001 Освин поддерживает повышенную частоту сердечных сокращений. Его жизненные показатели стабилизируются. В этом вопросе сыворотка работает положительно. Его цикл сна резко сократился до 3 часов. По моим расчетам в конце этого месяца я смогу увеличить его дозировку. Субикт 003 Чарли страдает от незначительной аритмии. Я снижаю дозу в 2 раза. Он не адаптируется к стимуляторам. Сыворочное производство работает примерно на 45%. Произошла некоторая потеря в сыворотке из-за эмульсии, которая образовалась в процессе экстрации. Если бы эмульсия была разрушена, вероятно, был бы получен более высокий доход. В любом случае, доходность низкая. Впереди ещё долгий путь. Зеленоватый свет сыворотки обусловлен низким уровнем фетонила. Опа. Это надо сюда нахреначить? Я могу нахреначить. А что, я эту сыворотку делаю? А зачем? Блин, там темно. Похоже, в этом проекторе пропали обе ленты. 29 октября 1995 года. Субъект 002 Анна имеет недостаточность нисходящей ретикулярной системы. Она может несколько дней подряд не спать. Похоже, у неё проблемы с сохранением памяти. Я ввожу стимулятор в виде настольной игры, чтобы пытаться облегчить потерю памяти. Состояние всех остальных испытуемых стабильно, за исключением 001 Освину, у которого произошло отслоение сетчатки одного из глазных яблок. Ну да, они крышей поехали. Ну как крышей поехали? Им просто стало тяжко. Ну мозг не вывозит без отдыха столько. Какой человек может сделать это с детьми? Твой дед, судя по всему. Опа. Читать. 9 января 1997 года. Подопытный 002 Анна умирает от фатальной семейной бессонницы. Восходящая ретикулярная система, состоящая из серого вещества, мостов ствола мозга, слишком долго не давала мозгу спать. Его максимум 14 дней без циклов сна, более 15 минут. Я приступаю к извлечению трупа. Этот вопрос заставляет нас предположить, что я ближе, чем я думал. Два других субъекта стабильны, с прерывистыми цикла сна 2 часа. Ну блять, и зачем это? Зачем? Вы, блять, я не знаю, готовили этих детей? Ну ладно, сиди там, как хочешь. К чему вы их готовили? Чтоб они целыми днями, блять, не спали. И для кого эта сыворотка вообще готовилась? Для дальнобойщиков? Для кого? 30 августа 1994 года. Новая процедура. Смешайте циклическую кислоту и мантометанол в круглодонной колбе объемом 100 мл. Осторожно нагрейте смесь. Нагрейте смесь в период сечения часа. Охладите. А, блять, сложно. Блять, неожиданно это работает. Уж кто бы мог подумать, что если просто закрыть все двери и оставить трупы, то откроется еще одна дверь. Вот, блять, в мою голову это не пришло. Да уж, загадки тут явно нелогичные. Ноль. Три. Один. Пять. Ноль. 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 А если я моргнула и не запомнила? Ноль. Три. Один. Пять. Ага. 19 февраля 1998 года. Субъект 004 Беттани умер от расслоения грудной аорты. Внезапная смерть. Во время последних вмешательств у нее были проблемы с ходьбой, речью и слабый пульс. Она также показала паралич на правой стороне лица. И я продолжила покрывать его. Ел цикл сна был прерывистым, с небольшими микрами снами по 25 минут, разделен на две части. Хотя 4 испытуемых не дали ожидаемых результатов, формулы уже демонстрируют надеживающие данные. Возможно, что при следующем вмешательстве, изменив фазы мантаметанола, мы получим формулу, которая будет действовать мощным образом. Данные из двух других лабораторий также дают значительные данные. Сейчас еще новые темы. Тему мы ищем, блядь. Что такое? Ошибка загрузки. Прекционная система Backstation. Пожалуйста, замените решение Insomni и попробуйте еще раз. Иди нахер. А что не нравится-то? Я же дискету суставила. Так, пойду делать ту хреновину, которую он изготавлял. Все еще не понимаю, зачем. Кому-то надо. Так, походу красная, синяя, желтая. Три-один-четыре. 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 Один-два-три-четыре. Все, давайте. Так. У меня есть охреновина. А эта охреновина мне нужна, чтобы запустить дискету? Странно, конечно. Мне казалось, так не работает. Ну, как скажете. Сообщение или выбор сообщения. Начало. Думаю, если вы это читаете, меня здесь больше не будет. Итак, я вам все расскажу с самого начала. Проект Инсомнис родился в результате попытки преодолеть ограничения человека. В течение полезной жизни человек тратит на сон в общей сложности около 23 лет. 23 года, которые мы могли бы использовать в сотнях областей. Можете ли вы себе представить, какое военное применение это поможет иметь? Что насчет того, что может помочь науке или медицине? Разве вы не хотели бы проводить все эти часы с бабушкой или с родителями? Нет, не хотела бы. Жертва. Этот проект начался с идеи стать лучшей, преодолеть ограничения. Все эти годы она велась в тайны из-за моральных и побочных последствий, которые она влечет за собой. Но финансировалась благодаря очень важным людям. От государственных учреждений до медицинских и фармацевтических компаний. Вы должны понимать масштабы наследия, которые я вам оставляю. Принесение в жертву этих сирот в эти годы соответствует большему благу, по необходимости, к дару и проклятию, наложенному на меня. Наследование. Я знаю, что прямо сейчас вы не согласитесь со мной, и вы можете злиться. Но как вы могли понять, что вам пришлось пожертвовать таким многим ради всего чего-то большего? Ваше детство. Эти дети. Ваша бабушка. Дом. Все. Я всем пожертвовал. Ты пожертвовал чужим детством, детьми, бабушкой и домом? Ну и дурак. И я могу сказать вам только одно. Я горжусь. Самое большое наследство, которое я могу вам дать, это не деньги, а вот что. Общая сумма моей работы. Выбранной. На этом компьютере хранится вся информация о проекте Insomnius. Эксперименты, формулы, полевые дневники и так далее. Это ваш выбор. Вы можете выбрать между сохранением и продолжением проекта Insomnius. И успехом там, где я потерпел неудачу. Или удалением всего и его исчезновением. Только ты можешь решить, как будет развиваться эта история. Джо. Удалить нахуй. Че это? Удалить всю информацию. Че, блять. Так, система информации. Пароль есть? Таково. А он где-то говорил про то, что это он? А, Джоя. Все. Удалить. Удалить нахуй, потому что надо спать. Да. Нахер не нужны такие лекарства, которые не дают тебе спать. У тебя крыша поедет. У тебя организм просто ебнется. Пошел ты. Я все уничтожу. Здорово. Я не просто исчезла. Теперь вы можете отдыхать с миром. Да ну бредовый же проект так-то, если подумать. Нахер он кому нужен? Все, я могу ехать домой. В детстве я боялся призраков. Когда я вырос, я понял, что мне нужно больше бояться людей. Когда я вырос, я боюсь, что я очень боюсь людей. Как она ехать домой. Конец. Склины такие красивые на самом деле в этом? В заставке. А в игре она выглядит совсем не так. Игра на самом деле довольно хорошая, она интересная по сюжету, в ней загадки, в принципе. В принципе, неплохие, единственное, что вот там под конец что-то прям нелогичное, нелогичное, где ты не понимаешь, что надо делать, каким образом. А в целом довольно неплохо, я бы не сказала, что это тянет на ужасе, потому что он не сильно страшный, на мой взгляд, что тут страшно. Один раз только скример, он очень громкий, и все. А так, в принципе, история интересная, немножечко, конечно, не знаю, малореализуемая, потому что, ну, я не знаю. А-а-а-а-а! Я пропущу титры, потому что они громкие. А так, игра довольно неплохая, интересная. Все с ней хорошо. Сделано тоже хорошо. И загадки хорошие. Главная мысль какая? Надо спать. Надо всегда спать. Надо высыпаться, спать не полчаса, не два часа. Отдавать мозгу и организму поспать, отдохнуть от всего. И с новыми силами браться за что-то новое. А не поступать, как этот мужик, который пытался на детях, экспериментируя, изобрести сыворотку от сна. Такой вот он был, этот инди-хор. Продолжение следует...